Народ, начали подсегиваться? 7 человек? Ага, здравствуйте! Это пилотный выпуск моего видеоблога. Я Кирилл Михайлов, Регги Мортис, гражданский активист, журналист. Я, как вы знаете, уже давно освещаю события, предходящие в Москве, и я решил начать о них рассказывать, для тех, кто не смог посмотреть что-то сегодня. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо Дарье, которая нас ночует каждый день в лагере, и сейчас любезно согласилась меня ассистировать. Мы ее уже неоднократно слышали на трансляциях, и надеемся, что в ближайшее время все-таки мы сможем в помощи организовать свою постоянную трансляцию. Итак, что касается сегодняшнего дня, сначала расскажу небольшую фабулу того, что происходит. Значит, идет вообще? Даш? Идет, идет. Отлично. Так вот, расскажу небольшую фабулу. Итак, как вы знаете, в 15 минут первого спецприемника отпустили Сергея Удальцова. Это было совершенно триумфально, собралось около 200 человек. Когда вышел Сергей, все скандировали Удальцов, Удальцов. Он был довольно бодр, несмотря на голодовку, и сразу же отправился на Купай Арбат, где произнес довольно большую речь, вы можете увидеть ее на моем Ютьюбе. Вкратце он сказал то, что у нас будет очень крутая акция 19 мая, где мы... Он упомянул уже то, что люди не поедут на шашлыки, люди будут жарить шашлык из жуликов и воров. Удальцов сказал, что очень хорошо, что у нас протест без лидеров, и что мы можем работать действительно по-настоящему, по-новому. И он это очень поприветствовал, и после этого уехал. В 9 часов уже отпускали Алексея Навального. Пришло, на самом деле, меньше людей, потому что уже был рабочий день, там было около 100 человек, среди них половина пресса. Но я очень рад, что среди этих людей оказались люди, которые смотрели наши трансляции. Их было примерно столько, сколько смотрел «Освобождение Водальцова». Так что вам большое спасибо, что вы были с нами. Алексей, выйдя оттуда, произнес краткое интервью и отправился домой спать. На самом деле, я не знаю, спал он или нет, потому что твиты уходили со скоростью раз в 10 минут. Собственно, если днем практически ничего не происходило, то ближе к вечеру люди стали собираться здесь, на Арбате, ожидая появления Алексея Навального. К тому времени, как Алексей пришел, здесь было уже 200-300 человек, я думаю. Потому что столько, на самом деле, на Арбате не было никогда, и все они хотели оказаться здесь и встретиться с Алексеем, который, наконец, вышел на свободу. Вот Алексей пришел, причем со стороны Садового кольца. Что интересно, Сергей Водальцов пришел оттуда, из того переулка, а Алексей за всей семьей и детьми пришел с Садового. И тут же отправился вот так, воню как у Джави, где тоже произнесся очень пламенную речь, где он тоже, как и Сергей, очень резко отзывался о жуликах-ворах и говорил, что нам нужно раздавить гадину. И то, что 12 мая у нас будет крутая акция протеста, а в сентябре будет новая общенациональная. Это он сказал еще у спецприемника. Алексей сделал очень важное заявление, я считаю, на сегодня. У многих, на самом деле, были серьезные основания полагать, что лидеров, так сказать, протеста захватят авторитарную руководство в лагере, но этого не произошло. Почему? Потому что Алексей Навальный сегодня отчетливо в плане сказал, что он не будет заниматься руководством, что он будет мочить жуликов-воров на фронте Роспила, а в лагерь приходить как простой активист. Это на самом деле замечательно. Что еще сегодня произошло? Сегодня в 9 часов у нас была ассамблея на чистых прудах. Я напомню, что вчера около 100 человек приняли решение туда идти, это была большая часть лагеря на Арбате. К сожалению, к тому, ну не знаю, к сожалению, сейчас так или иначе, получилось так, что Алексей, немножко не вникнув в ситуацию, приехал сюда и на Арбат, тут на чистые пруды пошло довольно мало человека, человек 50. Остальные оставались с Алексеем, который ехал оттуда уже после того, как на чистых прудах началась ассамблея. Ассамблея на чистых, немножко поговорив, приняла решение о том, чтобы на чистых прудах проводить лекции, проводить собрания, проводить работу рабочих групп, ставить инфоцентр, но при этом все это без ночевок, потому что, во-первых, мэрия ночевки запрещает, во-вторых... У вас в лагере пиво пьет. Это детали. Во-вторых, понятно, что если будут ночевать, то нас, скорее всего, будут разгонять. Видимо, решение было именно такое. В-третьих, они вспомнили опыт забраний на Пушкинской площади в 88-м году, когда люди не оставались, а не менее там собиралось по 800-1000 человек ежедневно. Так или иначе, именно такое решение было принято, но я думаю, что никто не приедет активистам ночевать на чистых прудах, тем более, что очень многие уже давно хотят уходить с Арбата. Многие ожидали сегодня, что Алексей Навальный присутствует на ассамблее, он спрашивал, что это такое, что это за мероприятие, и мы будем ждать в ближайшие дни. Это будет довольно интересно, на самом деле. Как Алексей, который всегда говорил, что «мы здесь власть», и сегодня еще раз это подтвердил своим решением отказаться от руководства, как он воспримет именно вот это выражение принципа «мы здесь власть», которым, на мой взгляд, является ассамблея. Наверное, это все о том, что было сегодня. Я ожидаю ваших вопросов. Сколько у нас времени прошло? Шесть минут. Давай еще минуты четыре подключаем на вопросы и закончим. Просит посмотреть, просит, когда ты говоришь, смотреть в целом. Это довольно сложно, потому что там вспышка. Она очень сильная. Как вопросов не задают. Я, собственно... Да, подождем, они начнут появляться, я думаю. Я жду ваших вопросов, на которые я готов отвечать. Задали вопросы, если ты... Что? Говорят, что ты на искусстве похож в одеяле. Спасибо. Даже Иисус за позицию. Вот именно. Ждем, ждем, ждем. Говорят, что ассамблея приняла решение слить протест. Я не считаю, что ассамблея приняла решение слить протест. Я считаю, что единственная ошибка ассамблеи, это то, что все это мероприятие проходит на чистых прудах, потому что на Гоголевском бульваре на самом деле было бы это удобнее просто для тех, кто ночует на Арбате. С другой стороны, я еще раз говорю, что лагерь на чистых прудах никто не может запретить и организовывать. Ассамблея не может это запретить, потому что, насколько вы знаете, насколько знают все, решения ассамблеи легитимны только для тех, кто их признает. Личный вопрос. Кирилл, у тебя достаточно теплой одежды? У меня недостаточно теплой одежды. Мне нужна теплая куртка. Я думаю, что завтра я решу этот вопрос. Но если кто-то хочет мне помочь, курткой, свитером и так далее, то это было бы большое... Я был бы очень благодарен. Да, можно задавать любой вопрос по прошедшему, даже по сегодняшнему. Спрашивают, что точно тебе сказал модератор? Что точно мне сказал модератор? Тогда, что никто практически не поддерживает мое решение, мое предложение о Гоголевском бульваре. Вот. Но я думаю, что если будут какие-то трения, если люди с Арбата не захотят уходить на чистые, но я думаю, что это так или иначе довольно быстро решится в пользу того или иного варианта, чистых или Гоголевского, в зависимости от того, как поведет себя Арбат. На Гоголевском-то мы только положили новый газон, там... Да ни о ком газоне речи не идет. Так, дальше, дальше. Настроение у людей какое? Настроение у людей, но я думаю, вообще, более приподняты после того, после сегодняшних событий, то, что людей было сегодня реально много. И, скорее всего, несмотря на какие-то проблемы, несмотря на кажущийся раскол, мне кажется, что протест будет нарастать, и я думаю, все это чувствуют не один я. Тут произошла какая-то нервбериха. Даша, скажи, что мы обиделись за то, что он сказал, что мы никто. Я этого не говорил. Я говорил то, что в решениях... Я не стал озвучивать мнение зрителей на ассамблее, потому что решение... Я считаю, что решать какие-то вопросы должны именно те люди, которые находятся в лагере. Если же ассамблея будет решать какие-то политические вопросы, то здесь уже я буду старательно озвучивать решения зрителей, потому что все зрители по факту... Потому что все зрители по факту являются участниками протестного движения. Ну, там какая-то ссора, я так понимаю. Так, ну, давайте тогда закончим, раз такое происходит. Пилотный выпуск, я думаю, завершен. Сейчас пойдем транслировать туда. Все, все тогда. Большое спасибо. С вами был Аргемуртис, Михаилов Кирилл. Если вам понравилось то, что сегодня я вам заговорил, я думаю, это мы будем продолжать в следующий раз. Спасибо также Даше. Сейчас мы пойдем выясним, что там происходит. Оставайтесь с нами. Все.